3 миллиарда людей живут меньше, чем на 2 доллара в день. Кто из вас живёт на 2 доллара в день? Я. Я. Ну, а ты сейчас, значит, мы вам поможем. Я тоже. Свет, вы вначале перевезём вас в голодающие страны, потом вам поможем? Мы уже в голодающие страны. Ты не знаешь, где голод. Да, да, это правда. Расскажу вам, чтобы вы понимали, что значит люди голодают. Вы кушаете примерно в 20 раз больше, чем голодающие люди в Индии, в Бангладеше, в Африке и в других странах. Представьте свой рассон на 20 раз поделить, одну часть взять и это ваш рассон на день. Украина считается бедной страной. Это признанного воздуха. Давайте мы вначале прикинемся по тому запросу и комментарии. Какое у вас предложение? В чём проблема? Мы выращиваем товары. Мы выращиваем разные культуры. Помидорки и всякие и так далее, но мы выращиваем их неэффективно. Мы выращиваем у себя определённые культуры и у себя и потребляем. Мы можем выращивать культуры на этой земле определённые. И у нас есть определённые потребности. В других странах другие потребности. В других странах растут лучше другие культуры. В других странах другие земли. И мы хотим оптимизировать процесс мирового. Мировой процесс выращивания различных культур. Каким образом? Сейчас потом расскажут. Цель проекта – это снизить стоимость продуктов, как конкретно в данном регионе голодающим. Мы анализируем разнообразную информацию. Первое – это о самих продуктах, в каком стране, какой продукт лучше выращивать. Далее мы анализируем, как эти продукты лучше хранить, то есть в конкретном регионе, распределительные пункты. Далее мы просто рассматриваем инфраструктуру логистики и оптимизируем данные факторы. Тем самым доставляем продукты, которые выращиваются, будут выращиваться непосредственно в данном регионе и доставляются в нуждающиеся. Что касается технической реализации. Во-первых, открою небольшой секрет. Мы уже делаем кое-что похожее, но немножко в другом сегменте. У нас уже есть алгоритмы оценки подобных математических моделей. Мы сейчас разрабатываем другую математическую модель совершенно. До этого мы работали с техникой и такими вещами. Сейчас у нас немножко более сложная математическая модель. Больше факторов, больше учесть нужно. Но это сможет позволить предложить различным корпорациям, которые занимаются выращиванием продукции, организациям вроде ООН и так далее, перераспределить, иначе построить инфраструктуру и выращивать по-другому. Исходя из потребностей. И нас? Спасибо. Вопросы? Окей. Кого ищете? Никого. Никого, оно с командой готово. В Украине хорошо растет рапс. Отлично. Украине хорошо растет рапс. Украине хорошо растет рапс. Рядом нет голодающих. Следующий вопрос. Такой вопрос. Как вы думаете, почему там люди голодают? Потому что проблема не в питании, а проблема в стоимости продукта. Они выдают. Голландский парадокс. Информация, пожалуйста. Ребята, вам голландский парадокс известен? Да. Расскажи мне. Гуглите. Не, ну честно. Не, не, ребят, не, ребят. Это макро и команды. Не, ребят, не, ребят, если у вас своя команда есть, если у вас своя команда есть, сделаем. Все нормально. Вы говорите о очень глобальной проблеме, но при этом вы не знаете базы, почему это вообще возникло. Вы даже не знаете, что нужно, чтобы спаслась Африка. Вы знаете, что для того, чтобы африканцы начали зарабатывать и не голодать, для этого нужно в первую очередь избавить их от этих вот помощи со стерномегон и дотации. Чтобы они сами выращивали свои. Это не говорим про африканцы. Минута. Мы не говорим про помощь, а вот я знаю, что сделать, чтобы ты сегодня в супермаркете заплатил меньше. Тебе это интересно? Нет. Нет. Тебе не интересно. Я не хочу в супермаркете. Он не имеет значения. Я хочу платить продукт, я хочу платить за качество. Если продукт будет качественным, будет стоить дороже, я буду его ехать. Нет, это реальность. Нет. Проблема в том, что если ты все посчитаешь, ты все равно не перевезешь мешок риса отсюда туда. Как вы хотите реализовать свой проект? Мы не делаем статистику. Мы собираем данные, анализируем, выдаем рекомендации. Мы ничего не предлагаем. Это не бизнес-модель. Это идея, которая родилась сегодня за обедом, когда мы сюда шли. Какой посыл в вашем кейсе? Что будет в этом кейсе? Мы предложим для каждого региона стоимость, как снизить стоимость в данном регионе продуктов, которые обеспечивают... Хорошо. Украинская гражданская компания настолько глупая, не понимается, как использовать свой гектар. Или как вы составите... Это другой вопрос. Это политический вопрос. Как гражданская компания своя? Я сегодня выращиваю рапс, получаю дельту прибыли вот такого, а завтра я выращиваю кукурузу. Супер. А как прибыль, что везет голодом? Как она? Предлагаю обсудить. По-моему, понятная и ясна идея. Предлагаю обсудить. Мы сейчас разобьемся на такие кучки. Предлагаю обсудить эту задачу. Спасибо, ребята. Подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на наш канал. До следующих. Подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на наш канал.